Да, брат, назови своё имя и профессию. Хорошо. Меня зовут Бакат Хоффман. Я медик-врач из Гамбурга, Германия. Я психотерапевт. И когда я читаю Коран, я вижу большой недостаток. Я бы назвал это огромным недостатком. И это отсутствие роскоши сомнения. Я вижу, как многие мои пациенты страдают от этого недостатка, которое называется сомнение. Брат сказал, что когда он читает Коран, он не находит в нём роскоши и отсутствия сомнения. Но он находит у некоторых его пациентов сомнения. В чём твой вопрос, брат? Ты можешь прояснить? В вашем выступлении то, что вы говорили, и насколько я читал священную книгу Коран, есть много наказаний и есть много наград. Но там нет места для себя и своих сомнений. и для твоего личного видения. И мой вопрос, я думаю, что это заставляет людей использовать двойные стандарты в жизни. И я хочу знать, что вы думаете об этом. Брат задал вопрос, что когда он читает Коран, он находит много наказаний и много наград. И никаких сомнений. И это обязывает тебя. Брат, ты хотел бы, чтобы была ниспослана книга, содержащая сомнения или без сомнений? Первая часть Сура Аль-Бахара Это писание, в котором нет сомнений. Наоборот, я бы полюбил книгу без сомнений, чем иметь книгу с сомнениями. Я перейду к твоему вопросу. Но у всех есть сомнения. Извини. У всех есть сомнения. Мы сомневаемся в вещах, которых мы не знаем. Но у меня нет сомнений в Коране, аль-хамду лилля. У меня есть сомнения только в вещах, о которых я не уверен. Конечно, я согласен с тобой. К примеру, ты уверен, что 2 плюс 2 равно 4? У тебя есть сомнения, что 2 плюс 2 равно 4? Нет. Очень хорошо. Но это аксиома. Правильно. Подобно тому, насколько ты уверен, что 2 плюс 2 равно 4, я гораздо больше уверен в Коране. Подходя к твоему вопросу, я отвечу на твой вопрос. Это зависит от того, насколько ты уверен. Если ты пойдешь к крестьянину, он не будет уверен, что 2 плюс 2 равно 4. Поэтому я не могу винить его, потому что у него нет удостоверительной базы. И также, потому как я изучал Коран, поэтому у меня нет сомнений в том, что говорит Коран. Это писание, в котором нет сомнения, является верным руководством для богобоязненных, которые веруют в сокровенное. И продолжает. Переходя к твоему вопросу, к части вопроса, что в Коране есть наказание, есть награда, и нет места для сомнений. Это потому, что такова природа человека. Я задам тебе вопрос. Когда кто-то хорошо проявляет себя на экзамене, что ты делаешь? Ты награждаешь его, возможно, с золотой медалью, или ты можешь дать ему сертификат. Не так ли? Да или нет? Да. Если же он провалится, ты скажешь ему, что он должен пересдать. Правильно? Это наказание. Если хочешь, можешь назвать это наградой или наказанием. Так что это жизнь, Аллах говорит в Коране, в 67-й суре Мульк, во 2-м аяте. Аллах сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше. Так что эта жизнь, которую мы проходим, брат, это испытание для последней жизни. Так как такова человеческая природа. Как мы поощряем наших детей. Если ты сделаешь это, я дам тебе награду. Если ты будешь учиться, я куплю тебе велосипед, чтобы это не было. А если ребенок не слушается тебя, если, к примеру, он хочет прыгнуть со здания, ты говоришь ему, не прыгай. Он говорит, я хочу прыгать. И тогда ты наказываешь его. Ты ударишь его. Но отец должен быть добрым. Я скажу, что ты за отец такой. Ты хочешь остановить своего ребенка? Ты психолог, ты хорошо знаешь психологию. Если он не слушает тебя, ты должен дать ему один шлепок. Почему? Потому что ты хочешь спасти ему жизнь. Нет, отец, я хочу прыгнуть. Я супермен. Ты скажешь, что супермен есть только в сказках. Так что иногда ты должен бить своего ребенка, чтобы он не делал подобных вещей. Братья и сестры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. И точно так же, всемогущий Бог сказал людям, что есть определенные опасные вещи. Ты не должен красть, если ты украдешь наказание отрубания руки. Давай проанализируем это. В большинстве религий, брат, будь то христианство, индуизм, иудаизм или ислам, все говорят о хороших вещах. Но отличие ислама от других религий, кроме того, что он говорит хорошие вещи, он показывает путь, как достичь этого добра. Все религии говорят, что ты не должен воровать. Христианство говорит, индуизм говорит, иудаизм говорит. И также ислам. Но ислам показывает вам способ, как достичь положения, в котором люди перестанут воровать. В исламе есть система заката. Каждый богатый человек, имеющий сбережения выше уровня Нисаба, более 85 граммов золота, он должен отдавать 2,5% от его сбережений. Если бы каждый богатый человек в мире давал закат в размере 2,5% от своего состояния, бедность была бы искоренена из этого мира. И не осталось бы ни одного человека, который бы голодал. И после этого Коран говорит в 5-й суре Аль-Маида в 38-м аяте. Вору и воровке отсекайте руки в воздаянии за то, что они совершили. Таковое наказание от Аллаха. Не мусульманин скажет, отрубание руки в эпоху 21 века? Ислам – это варварская религия, это безжалостный закон. Я задам вопрос, в какой стране сегодня происходит наибольшее количество краж? Согласно статистике, какая страна? Наибольшее количество преступлений в США? Можешь зайти в интернет, в гугл и проверить. Страна, на которую больше всего смотрят, самая передовая сторона в мире, в ней совершается наибольшее количество преступлений, кражи и грабежей. Я задам тебе вопрос. Если установить этот закон исламского шариата из Корана, что каждый богатый человек, у которого есть сбережения более 85 граммов золота, должен отдавать 2,5% сбережений бедным людям, и после этого любой, кто будет воровать, ему отрубать руку? Я задаю тебе вопрос, брат. Уровень краш и грабежей в США будет расти, останется прежним или уменьшится? Только ответь честно. Мы знаем, что даже смертный переговор ничего не меняет. Насчет смертного приговора я поговорю позже. Я не говорил о смертном приговоре. Я спрашиваю, что если установить этот закон в США, что каждый богатый человек, имеющий сбережения, более 85 граммов золота, должен отдать 2,5% его сбережений в благотворительность для бедных, и после этого, если кто-нибудь будет красть, отрубать ему руку? Я задаю тебе вопрос. Увеличится ли количество краш, останется прежним или уменьшится? Да, немного уменьшится. Неважно, ты говоришь много или немного, но это уменьшит. Так что, почему бы не применить этот закон? Знаешь ли ты, в какой стране мира сегодня наименьшее количество грабежей и краж? Это Саудовская Аравия. И если ты сравнишь полицию Саудовской Аравии и полицию США, Саудовская полиция работает без пистолетов. Это не потому, что Саудовская полиция очень сильна, но потому что строгий закон. Человек подумает 10 раз, прежде чем красть. Они оставляют свои магазины с золотом незакрытыми, целыми улицами в Мекке. Ты можешь сделать это в Нью-Йорке? Ты можешь сделать это в Великобритании? Ты не можешь. Нет, тогда у меня не останется магазина. Правильно, у тебя не останется магазина. Моя мама поехала в Великобританию. И когда она шла по улице, подошел человек и схватил ее цепочку средь бела дня. И спокойно ушел. Никто ничего не сделал. Это западная сторона. Смогут ли преступники сделать это в Саудовской Аравии? Никогда. Не потому, что Саудовская полиция очень умна, и не потому, что она очень сильна. Мы видим американскую полицию, вооруженную до зубов, с пулеметами, боеприпасами, машинами. Вы ведь видели это? Мы видим полное обмундирование, оружие и новейшие мотоциклы, и новейшие машины. Но все равно вы обнаружите, что в США больше количества преступлений. Но если вы реализуете шариат Аллаха, вы получите результат. Нет сомнений, что это остановится. Это было сделано в одном из садов Нигерии, где они немедленно привели этот закон в действие, кражи прекратились. Я могу привести много таких примеров. Много примеров. Но они никогда не применят этого здесь. Почему? Потому что это исходит из исламской книги. У них аллергия на слово «Ислам». И также на слово «Мусульманин». Это практичный закон. Если вы реализуете его, вы получите результат. А теперь перейдем ко второму примеру. В исламе женщина должна носить хиджаб. Все тело должно быть покрыто. И единственная вещь, что может быть видно, это лицо и руки. Но некоторые ученые говорят, что даже они должны быть покрыты. Я задаю тебе вопрос. Если две сестры-близняшки, которые одинаково красивые, прогуливаются по улицам Бахраина, но одна из сестер полностью покрыта, она носит исламский хиджаб. Кроме лица и рук, все покрыто. Другая же сестра-близнец, одета в западную одежду. Мини-юбка или шорты и декольте. И они оба идут по улицам Манаме. И за углом стоит парень и ждет, чтобы подразнить какую-нибудь девушку. К какой девушке он будет приставать? К девушке, которая носит исламский хиджаб, или к девушке, которая одета на западный лад? Только ответь честно. Но под короткой юбкой многого не спрячешь. Я спрашиваю, к какой девушке он будет приставать? Ведь уже есть объяснение. Будь честным, брат. Да, наверное, он будет приставать к девушке, которая одета на западный лад. Правильно. По этой причине мне запретили въезд в Великобританию. Потому что я говорю правду. Теперь ты, Мешалла, кем бы ты ни был, ты принимаешь правду. А министра внутренних дел Великобритании нет. Ты сказал, ты из Греции? Ты из Греции? Германия. Мешалла, из Германии. Значит, немцы гораздо честнее, чем англичане. Исламский шариат говорит, если кто-то изнасилует женщину, ему смертная казнь. Люди скажут, наказание смертной казнью в наш век науки и технологий ислам – это варварская религия. Это безжалостный закон. Я спрашивал этот вопрос у тысячи немусульман и спрошу у тебя тоже. Допустим, не дай Бог, кто-то изнасилует твою мать. Если насильник перед тобой и ты являешься судьей, какое наказание ты дашь ему? И сто процентов из тех немусульман, которых я спросил, все они сказали, что убьют его. За исключением одного американца. который считал, что он умный. Когда я выступал в Нью-Йорке, я сказал, если не дай Бог, кто-то изнасилует твою мать. Если ты будешь судить насильника, какое наказание ты дашь ему? Он сказал, я дам ему пять лет тюремного заключения. И тогда я сказал ему, согласно статистике Америки, в Америке наибольшее количество изнасилований, чем в любой другой стране мира. По данным статистики ФБР 1991 года, каждый день происходило 1756 случаев изнасилований. А по данным на 1996 год, 2713. По данным на 2006 год, 4000. Каждые 20 секунд происходит одно изнасилование. С тех пор, как я начал выступление, я здесь около трех часов. Произошло уже более 150 изнасилований. И тот-то американец сказал мне, я дам ему пять лет тюрьмы. Я сказал ему, согласно статистике Америки, те люди, которые совершили изнасилование, только 16% из них ловят. И только 10% доходят до суда. То есть 1,6%. И из них только 50% получают наказание. То есть 0,8%. То есть происходит 150 изнасилований, и только один получает наказание. Очень хорошая сделка. То есть 125 девушек изнасилованы, и только за одну вы получаете наказание. И после этого 50% досрочно освобождаются, потому что они насиловали в первый раз. И статистика говорит нам, что те люди, которые получают наказание, когда они выходят, более чем 95% из них снова совершают изнасилование. Я сказал ему, «Если ты хочешь, чтобы твоя мать была основой изнасилования, добро пожаловать. Но я не хочу этого». И уже тогда он сказал «нет». Я изначально приговорю его к смертной казни. Я задаю тебе вопрос. Допустим, не дай бог, кто-то изнасилует твоей мать или дочь. И если насильник перед тобой и доказано, что он совершил изнасилование, я спрашиваю тебя, какое наказание ты дашь ему? Может, пожизненное заключение? Очень хорошо. Так говорит закон. Я спрашиваю тебя, если реализовать исламский шариат в Америке, что все девушки должны быть правильно покрыты, и мужчины должны опускать свои взоры, когда смотрят на женщин, и после этого, если кто-нибудь совершит изнасилование, ему смертная казнь. Я спрашиваю тебя, будет ли уровень изнасилования в Америке увеличиваться, останется прежним или уменьшится? Конечно, уменьшится. Но Америке уже не будет смешно. Но правильно. Это то, чего боится Америка. Я согласен с тобой, брат. Тогда это будет безопасное место. Вы можете пойти в Саудовскую Аравию или в другие земли мусульман. Они безопасны. Если ты поедешь в Саудовскую Аравию, ты можешь быть уверен, что твоя жена, твоя сестра и твоя мать, даже если они гуляют ночью, никто их не тронет. Так же, как днем. Ты хотел бы жить в такой стране? Я был в США много раз. Проводил лекции и собрания много раз. Там опасно гулять. Ночью дамам очень сложно. Конечно, некоторые из них ходят, которым все равно. Но это небезопасно. Когда исламский закон практикуется, тогда безопасно. Так что ты хотел бы жить в стране, где безопасно, где не нужно беспокоиться за твой магазин или оставлять свою машину. Это права человека. Поэтому Создатель знает психологию людей. Все твои пушки не спасут тебя. Некоторые люди думают, что если вы поедете в Саудовскую Аравию, у каждого второго человека нет руки. Я был в Саудовской Аравии более 250 раз и не встречал ни одного человека без руки. Возможно, есть такие люди. Там закон строг. Человек миллион раз подумает, прежде чем красть. И то же самое он подумает перед изнасилованием. Так что это практичный закон. Я согласен, что в нем нет сомнений. Есть наказание, есть награда. Нет сомнений. Если ты уверуешь в Бога и сделаешь добро, ты пойдешь в рай. А если ты сделаешь что-то плохое, тогда наказание. Это человеческая психология. Этот закон Корана может контролировать даже американцев. Нет никаких вопросов. Ты можешь применить шариат в любом месте в мире. Поэтому ислам – единственная религия, пригодная для 21 века. Надеюсь, я ответил на вопрос. Ассаляму алейкум, братья и сёстры. Это автор канала «Призывдава». Я хочу обратиться к вам с просьбой поддержать мой канал финансово. Благодаря вашей поддержке вы станете причиной для наставления людей на прямой путь. Тем самым вы поддерживаете исламский дават. Аллах наградит вас за это. Ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум.